Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксенов, и это обзор на новую игру Mushrooms Warspace. Это продолжение первой войны грибов, и давайте посмотрим, что же здесь у нас имеется. На начальном этапе нам доступно три пака с уровнями, которые будут разблокироваться по мере их прохождения. Также есть режим игры мультиплеер, и также обещают добавлять новые миссии в игру. Ну что ж, давайте посмотрим, допустим, на раздел мультиплеера. Здесь у нас соединяется с сервером наша игра. Но вот что самое странное, то что игроков онлайн почему-то всегда пишет ноль. Возможно, из-за того, что игра новая, игроков действительно нет онлайн, хотя всегда пишется то, что игра онлайн какая-нибудь да и проходит. Не знаю, с чем это связано, но онлайн у меня поиграть не получилось. Здесь есть турнирная таблица, где есть список игроков, которые являются лучшими за день. Ну да ладно, посмотрим, посмотрим на одиночную игру и сделаем вывод. Игра стала лучше, осталась такой же, или же в игре и так все было идеально, и ничего менять в принципе и не нужно было. Ну, по крайней мере, здесь все осталось по-прежнему нам знакомо. С помощью двойных тапов мы можем улучшать здания. После того, как они улучшились, мы можем улучшать их еще разок, еще разок и еще разок. А вот эти вот башни нам что дают? Башни нам дают определенную защиту. Они стреляются, и поэтому, взяв под контроль одну из башен, вы сможете неплохо так обороняться. Ваша задача победить всех своих врагов и захватить все башни. Естественно, и их башни тоже. Так, естественно, нужно все укреплять постоянно. И вот, наверное, как и в первой части, так и вот в этой части, главным минусом является то, что если вы отправляете, допустим, хотите отправить из этого дома в башню грибки, то они отправляются все до одного. И это, наверное, главный минус. Нельзя выбрать половину, нельзя выбрать определенное число. Можно отправить только всех сразу. Это, конечно же, печально. Ну а так, в целом, игрушка осталась все той же, все те же грибочки и вся та же любимая многими стратегии. Я люблю стратегии подобного жанра. Они очень интересные, очень надолго затягивают. И также еще одним из минусов этой игры это бывают вылеты. Особенно, когда вы хотите проапгрейдить вот эту вот башню до третьего, что ли, до четвертого уровня. Игра у меня постоянно на этом моменте вылетала. Не знаю, с чем это связано, но это было обидно, потому что я только набрал войска, только хотел наступать, а игра, к сожалению, вылетела. В общем, стратегия, на мой взгляд, получила свое достойное продолжение. Разработчики, в принципе, ничего сильно не поменяли. Графика осталась на прежнем уровне. Грибочки, вот эти вот споры тоже. Ну а так, в целом, я рад, что появились новые миссии. Появился раздел мультиплеера, который, хотя я так опробовать и не смог по причине того, что игроков там нет. И это, конечно же, круто и печально. Круто, что мультиплеер есть, но печально то, что попробовать я его пока что не смог. Но думаю, в скором времени, особенно после обзора, игру скачает большее количество людей, и онлайн будет находиться, естественно, тоже. Много людей, и мы сможем поиграть по мультиплееру. Возможно, это просто какой-то баг, который исправит это, я точно знать не могу. Это могут знать только разработчики. На мой взгляд, неплохая, неплохая получилась игра, достойное продолжение. Кто играл в первую битву грибов, скачайте битву грибов в Space.